Игровой мир Нифельхейма Но это уже, как говорится, тоже совсем другая история После вступительного видеоролика мы должны выбрать одну из четырех земель Среди которых холмы древнего медведя, чаще одноглазые волчицы, топ пустынного орла и пустошь ледяного дракона И прочитав описание про каждую из локаций, можно подумать, что есть какая-то разница между ними Она есть, но весьма несущественная и разница лишь в картинке самой локации Так что смело выбирайте ту, которая понравится вам больше всего После выбора одной из земель нам дает возможность добавить трех ботов для заселения других земель Это сделано для разнообразия геймплея Иногда к вам в дом могут постучаться соседи Смело берите палку-махалку и прогоните риэлтора с ваших земель Далее нам падает выбор на класс персонажа Среди них викинг, валькирия, берсерк и шаман И тут уже основываясь на характеристиках персонажей Смело выбирайте понравившегося И да возрадуется пред вами Один-всеотец Переходим к геймплею Здесь нас ожидают различные боссы Много живности, ресурсы и самое главное крафт От зелья с хпшкой до мифриловых доспехов И возведений своего личного замка Правда принцессу не завезли А также в игре присутствует обучение Оно поможет вам в вашем странстве и облегчит путь к финалу Добыча ресурсов в Нифельхейме является неотъемлемой частью игры Для того, чтобы дойти до финала Или просто попытаться выжить какое-то время Придется много собирать и охотиться При этом быть осторожнее Ведь по землям бегают не только свинки и овцы Но и суровые волки с медведями Которые победуют вами Если у вас не будет должной защиты и урона Собирать придется очень много и постоянно Ибо пригодится в крафте вещей А также для выживания в суровом мире Нифельхейма Дом, милый дом Или в будущем огромный каменный замок Который вы должны отстроить, чтобы отбиваться от орт скелетов Посланных с одной целью Разграбить вас Внутри довольно уютно, если судить по месту жительства Но будет еще лучше, если отстроить внутри мастерские Позволяющие приступить к созданию предметов и их компонентов Среди которых кухня, лаборатория, кузница и лесопилка А также своевременно улучшать их для открытия новых предметов и их компонентов Максимальный уровень улучшения мастерских 5 Все предметы и их компоненты можно хранить либо в сейфе, либо в сундуках Все содержимое сундуков учитывается вашими мастерскими То есть вам не придется таскать с собой ингредиенты для создания вещей И да, это очень удобно Если пойти влево до конца, то можно обнаружить доску почета Лучший охотник месяца и посидеть на самом мягком троне этих земель Кроме угрозы в виде орды, вам будут посылать различные требования в виде пожертвования ресурсами При невыполнении тех требований жрецы, либо ведьмы, которые должны гореть на костре Будут объявлять вам ультиматум в виде еще одной орды скелетов с их выжаком Или насылать на ваши земли засуху на 5 дней Время на сбор ресурсов ограничено часом реального времени Ну или около 50 минут Но это еще не все гости, у которых стоят на ваш дом и ваши ресурсы Есть и другие кланы, которые могут прийти к вам с войной Это те самые боты, про которых я уже раньше говорил Как захрюкали бы мои родные поросеты Зная не каково сейчас мне, старому кабану А теперь поговорим про более опасные места этих земель Это шахты Дверь со знаком черепа, которая располагается прямо у вас в доме Это то место, где есть те самые боссы, с которых падает наше заветное спасение с земель Нифельхейма Фрагмент портала Вазгард После того, как вы соберете 20 фрагментов из 22 Позже объясню почему Цель игры будет частично выполнена Но так как фрагмент падает с каким-то шансом Достать их будет очень сложно И чтобы победить всех боссов Подребуется много времени уделить обмундированию вашего персонажа Чтобы он смог выйти один на один с боссом И остаться при этом на коне Также в шахтах вы можете добывать ресурсы для крафта Начиная от медных слитков, заканчивая золотыми слитками Для достижения лучшей экипировки вашего персонажа Совет была вывалова в студию Для того, чтобы было комфортно в шахтах Можете установить туда лампу для освещения И для более удобного перехода между уровнями Просто запилите себе дверь Вы играли когда-нибудь в ВК? В приложении Зомбоферма Если да, то у меня для вас отличные новости В Нифельхейме они тоже есть И на выборах три Теплица, овчарня и курятник Которые тоже нужно будет улучшать Повышая эффективность производства Также во всех землях Нифельхейма присутствуют данжи Это кое подобие шахт, только без добычи руды Но с обилием сундуков почти на каждом уровне В присутствии охраны и злобных боссов В числе которых огромные пауки, тролли, дитя Фенрира и другие У которых с некоторым шансом можно выбить заветный кусочек портала в Асгард Примерный шанс упадения куска 50% Но есть и куда опаснее место, где царит мрак и хаос Пытающийся выйти наружу, чтобы совершить свое предназначение Это место, именуемое как Склеп Место проверки своей силы И если не дрогнет ваша рука и викинг не падет на земь Ты получишь свою награду Кроме четырех земель в центре мира Нифельхейм Располагается храмовый город Добраться в который можно посредством быстрого перемещения через карту мира Но это не бесплатно Либо добраться до любого края вашей земли или земли недруга Город представляет собой этакую сейв зону, где есть торговец У которого есть свой скудный ассортимент предметов И храм, где можно приручить дракона Необходимыми ингредиентами которого является статуэтка прародителя драконов Две овцы и тысяча голды Квесты В игре также присутствует система квестов От различных персонажей, начиная от черного ворона До ультиматумов, жрецов и ведьм И советую вам их выполнять Потому как там есть иногда такие плюшки сочные Ммм, закачаешься Ну что ж, будем подводить итог Из плюсов мы видим красивую 2D графику Система квестов порадовала Хоть что-то отвлекает от нудного фарма, ну серьезно Расширенное обучение в виде справки И удобство в сортировке вещей А вот это реально плюс огромный Из минусов стоит выделить не самый удобный геймплей в игре с мышкой Проходите на клавиатуре Не советую на мышке играть И крайне отсталых ботов Которые к финалу игры даже не отстроили свою базу Приходил я к ним пару раз Че-то не особо они меня удивили Проходил игру я примерно часов 20 Плюс-минус 5 часов Ну это же RPG, правильно? Для RPG это довольно мало Но наиграться я успел Тем более с однотипным сеттингом игры Так что Либо качайте с торрента Либо покупайте в стиме Не пожалеете Ну что ж, друзья Основной обзор закончился Далее пойдут спойлеры по прохождению игры И финал Собственно тем, кто уходит Удачи на поле боя И пока Продолжим после небольшой рекламы В виде черного экрана Не переключайтесь Итак, приступим к спойлерам После того, как вы собрали 20 фрагментов портала с боссов Вас ждет ряд квестов от Черного Ворона Который по концовке отдает вам еще один фрагмент И серия квестов от Нищенки После выполнения которых Состоится битва с Повелительницей Мира Мертвых Хель Снаряжаем нашего персонажа Мефриловым сетом Топором Ярость Берсерка И конечно же берем щит в руки Потому как я пол игры поиграл без щита И понял, что это полное говно Ну в смысле того, что играть без щита В этой игре Это себя самого не уважать Ведь он режет Охуитительный урон На руку Серьезно говорю Ребята, извините за мат Но щитом пользоваться нужно Я его недооценивал И так Которая Нищенка дала нам по окончанию Последнего квеста И ломаем ей лицо После победы над Хель Просто уходим в портал Ведущий в Асгард И конечно же через 10 секунд Черного экрана Вы увидите финал игры Нифельхейм Приятного просмотра А и да Всем удачи и всем пока Субтитры сделал DimaTorzok Ты что ли Один всеотец Я думал ты выше Тише, тише ты своей палкой тамаха Встречай гостей И разливай пивасу Мы нас этим все по полной В ожидании Рагнарёка Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok